Уинстон проснулся в слезах. Джулия сонно привалилась к нему и пролепетала что-то невнятное. Может быть, что с тобой? Мне снилось, начало наосекся. Слишком сложно, не укладывалось в слова. Был тут и сам по себе сон, и воспоминания с ним связанные. Оно всплыло через несколько секунд после пробуждения. Он снова лег, закрыл глаза, все еще налитый сном. Это был просторный, светозарный сон. Вся его жизнь раскинулась перед ним в этом сне, как пейзаж летним вечером после дождя. Происходило все внутри стеклянного пресс-папье. Но поверхность стекла была небосводом, и мир под небосводом был залит ясным, мягким светом, открывшим глазу бескрайние дали. Кроме того, мотивом сна и даже его содержанием был жест материнской руки, повторившийся 30 лет спустя в кинохронике, где еврейка пыталась загородить маленького мальчика от пуль, а потом вертолет разорвал обоих в клочья. Ты знаешь, сказал Уинстон, до этой минуты я думал, что убил мать. Зачем убил? Спросонок сказал Джулия. Нет, я ее не убил физически. Во сне он вспомнил, как в последний раз увидел мать, а через несколько секунд после пробуждения восстанавливалась вся цепь мелких событий того дня. Наверное, он долгие годы отталкивал от себя это воспоминание. К какому времени оно относится, он точно не знал, но лет ему было тогда не меньше 10, а то и все 12. Отец исчез раньше, намного ли раньше он не помнил. Лучше сохранились в памяти приметы того напряженного и сумбурного времени. Паника и сидение на станции метро по случаю воздушных налетов. Груды битого кирпича, невразумительные воззвания, расклеенные на углах, ватаги парней в рубашках одинакового цвета, громадные очереди у булочных, пулеметная стрельба вдалеке и в первую голову вечная нехватка еды. Он помнил, как долгими послеполуденными часами вместе с другими ребятами рылся в мусорных баках и на помойках, отыскивая хряпу, картофельные очистки, а то и заплесневелую корку, с которой они тщательно соскабливали горелое. Как ждали грузовиков с фуражом, ездивших по определенному маршруту. На разбитых местах дороги, где грузовик подбрасывала, иногда высыпалось несколько кусочков жмыха. Когда исчез отец, мать ничем не выдавала удивления или отчаяния, но как-то вдруг вся переменилась. Из нее будто жизнь ушла. Даже у Инстону было видно, что она ждет чего-то неизбежного. Дома она продолжала делать всю обычную работу. Стряпала, стирала, штопала, стелила кровать, подметала пол, вытирала пыль. Только очень медленно и странно, без единого лишнего движения, словно оживший манекен. Ее крупное красивое тело как бы само собой впадало в неподвижность. Часами она сидела на кровати почти не шевеляясь и держала в руках его младшую сестренку, маленькую, болезненную, очень тихую девочку, двух или трех лет от худобы, похожую лицом на обезьянку. Иногда она обнимала Уинстона и долго прижимала к себе, не произнося ни слова. Он понимал, несмотря на свое малолетство и эгоизм, что это как-то связано с тем близким и неизбежным, о чем она никогда не говорит. Он помнил их комнату, темную, душную комнату, половину которой занимала кровать с белым стеганым покрывалом. В комнате был камин с газовой комфоркой, полка для продуктов, а снаружи, на лестничной площадке, коричневая керамическая раковина. Одна на несколько семей. Он помнил, как царственное тело матери склонялось над комфоркой. Она мешала в кастрюле. Но лучше всего помнил непрерывный голод, яростные и безобразные сфары за едой. Он ныл и ныл, почему она не дает добавки. Он кричал на нее и скандалил. Даже голос свой он помнил. Голос у него стал рано ломаться, и время от времени он вдруг взрывывал басом. Или бил на жалость и хныкал, пытаясь добиться большей доли. Мать с готовностью давала ему больше. Он принимал это как должное. Ему, мальчику, полагалось больше всех. Но сколько бы ни дала она лишнего, он требовал еще и еще. Каждый раз она умоляла его не быть эгоистом, помнить, что сестренка больна и тоже должна есть, но без толку. Когда она переставала накладывать, он кричал от злости, вырвал у нее половник и кастрюлю, хватал куски с сестренной тарелки. Он знал, что из-за него они голодают, но ничего не мог с собой поделать. У него даже было ощущение своей правоты. Его как бы оправдывал голодный бунт в желудке. А между трапезами, стоило матери отвернуться, тащил из жалких припасов на полке. Однажды им выдали потолону шоколад. Впервые за несколько недель или месяцев он ясно помнил эту драгоценную плиточку. Две унции, тогда еще считали в унциях, на троих. Шоколад, понятно, надо было разделить на три равные части. Вдруг, словно со стороны, Уинстон услышал свой громкий бас. Он требовал все. Мать сказала, не жадничай. Начался долгий, нудный спор с бесконечными повторениями, криками, нытьем, слезами, уговорами, торговлей. Сестра, вцепившись в мать обеими ручонками, совсем как обезьянный детеныш, оглядывалась на него через плечо, большими, печальными глазами. В конце концов, мать отломила от шоколадки три четверти и дала Уинстону, а оставшуюся четверть сестре. Девочка взяла свой кусок и тупо смотрела на него, может быть, не понимая, что это такое. Уинстон наблюдал за ней, потом подскочил, выхватил у нее шоколад и бросился вон. «Уинстон! Уинстон!» кричала ему мать вдогонку. «Вернись! Отдай сестре шоколад!» Он остановился, но назад не пошел. Мать не сводила с него тревожный глаз. Даже сейчас она думала о том же, близком и неизбежном. Уинстон не знал о чем. Сестра поняла, что ее обидели и слабо заплакала. Мать обхватила ее одной рукой и прижала к груди. По этому жесту он как-то догадался, что сестра умирает. Он повернулся и сбежал по лестнице, держа в кулаке тающую шоколадку. Матери он больше не видел. Когда он проглотил шоколад, ему стало стыдно и несколько часов, покуда голод не погнал его домой, он бродил по улицам. Когда он вернулся, матери не было. В ту пору такое уже становилось обычным. Из комнаты ничего не исчезло, кроме матери и сестры. Одежду не взяли, даже материнское пальто. Он до сих пор не был вполне уверен, что мать погибла. Не исключено, что ее лишь отправили в каторжный лагерь. Что до сестры, то ее могли поместить, как и самого Уинстона, в колонию для беспризорных. Эти воспитательные центры возникли в результате гражданской войны. Или с матерью в лагерь, или просто оставили где-нибудь умирать. Сновидение еще не погасло в голове, особенно обнимающий охранный жест матери, в котором, кажется, и заключался весь его смысл. На память пришел другой сон двухмесячной давности. В сегодняшнем она сидела на бедной кровати с белым покрывалом, держа сестренку на руках. В том тоже сидела, но на тонущем корабле далеко внизу, и с каждой минуты, уходя все глубже, смотрела на него снизу сквозь темнеющий слой воды. Он рассказал Джулии, как исчезла мать. Не открывая глаз, Джулия перевернулась и легла поудобнее. Вижу, ты был тогда порядочным свиненком, пробормотала она. Дети все свинята. Да, но главное тут, по дыханию ее было понятно, что она снова засыпает. Ему хотелось еще поговорить о матери. Из того, что он помнил, не складывалось впечатление о ней, как о женщине необыкновенной, а тем более умной. Но в ней было какое-то благородство, какая-то чистота. Просто потому, что нормы, которых она придерживалась, были личными. Чувства ее были чувствами, их нельзя было изменить извне. Ей не пришло бы в голову, что если действие безрезультативно, оно бессмысленно. Когда любишь кого-то, ты его любишь. Если ничего больше не можешь ему дать, ты все-таки даешь ему любовь. Когда не стало шоколадки, она прижала ребенка к груди. Проку в этом не было, это ничего не меняло. Это не вернуло шоколадку, не отвратило смерть. Ни ее смерть, ни ребенка. Но для нее это было естественно так поступить. Беженка в шлюпке также прикрывала рукой ребенка, хотя рука могла защитить от пуль не лучше, чем лист бумаги. Ужасную штуку сделала партия. Убедила тебя, что сами по себе чувства, порыв, ничего не значат. В то же время отняла у тебя всякую власть над миром материальным. Как только ты попал к ней в лапы, что ты чувствуешь и чего не чувствуешь, что ты делаешь и чего не делаешь, все равно. Что бы ни произошло, ты исчезнешь. Ни о тебе, ни о твоих поступках никто никогда не услышит. Тебя выдернули из потока истории. А ведь людям позапрошлого поколения это не показалось бы таким уж важным. Они не пытались изменить историю. Они были связаны личными узами верности и не подвергали их сомнению. Важны были личные отношения и совершенно беспомощный жест, объятия, слеза, слово, сказанное умирающему, были ценны сами по себе. Пролы, вдруг сообразил он, в этом состоянии остались. Они верны ни партии, ни стране, ни идее, а друг другу. Впервые в жизни он подумал о них без презрения. Не как о костной силе, которая однажды пробудится и возродит мир. Пролы остались людьми. Они не зачарствели внутри, они сохранили простейшие чувства, которым ему пришлось учиться сознательно. Подумав об этом, он вспомнил вроде бы и не к месту, как несколько недель назад увидел на тротуаре оторванную руку и пинком отшвырнул ее в канаву, словно это была капустная кочерыжка. «Пролы люди», сказал он вслух, «мы не люди». «Почему?» спросила Джулия опять проснувшись. «Тебе когда-нибудь приходило в голову, что самое лучшее для нас выйти отсюда, пока не поздно и больше не встречаться?» «Да, милый, приходила и не раз, но я все равно буду с тобой встречаться». «Нам везло, но долго это не продлится. Ты молодая, ты выглядишь нормальной и не испорченной. Будешь держаться подальше от таких как я, можешь прожить еще лет пятьдесят. Нет, я все обдумала, что ты делаешь, что и я буду делать. И не унывай, живучесть ты мне не занимать. Мы можем быть вместе еще полгода, год, никому это неведомо. В конце концов нас разлучат. Ты представляешь, как мы будем одиноки, когда нас заберут, ни ты, ни я, ничего не сможем друг для расстреляют. Не сознаюсь, расстреляют все равно. Что бы я ни сказал, что бы я ни сделал, о чем бы не умолчал, я и на пять минут твою смерть не отсрочу. Я даже не буду знать, жива ты или нет. И ты не будешь знать. Мы будем бессильны полностью. Важно одно, не предать друг друга, хотя это совершенно ничего не изменит. Если ты о признании, сказала она, признаемся как миленькие, там все признаются, с этим ничего не поделаешь, там пытают. Я не о признании, признание не предательство, что ты сказал или не сказал не важно, важно только чувство, если меня заставят разлюбить тебя, вот это будет настоящее предательство. Она задумалась. Они этого не могут, сказала она наконец, этого как раз и не могут, что угодно, что угодно они тебя заставят, но поверить в это не заставят. Они не могут в тебя влезть. Да, ответил он уже не так безнадежно, это верно, влезть в тебя они не могут. Если ты чувствуешь, что оставаться человеком стоит, пусть это ничего не дает, ты все равно их победил. Он подумал о телекране, этом не спящем ухе. они так и не научились узнавать, что человек думает. Может быть когда ты у них это уже не совсем так. Неизвестно, что творится в Министерстве Любви, но догадаться можно. Пытки, наркотики, тонкие приборы, которые регистрируют твои нервные реакции, изматывание бессонницы, одиночеством и непрерывными допросами. Факты во всяком случае утаить невозможно. Их распутают на допросе, вытянут из тебя пыткой. Тогда какая в конце концов разница? Чувства их они изменить не могут. Если оно пошло, ты и сам не можешь их изменить, даже если захочешь. Они могут выяснить до мельчайших подробностей все, что ты делал, говорил, думал, но душа, чьи движения загадочны даже для тебя самого, остается неприступной. Редактор субтитров Корректор А.Егорова